Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским интернет-порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговор о Священном Писании, и сегодня поговорим о Евангелии Атеанна, о его первой главе. Конечно, прежде чем говорить о собственной тексте Евангелия, хотя бы несколько слов нужно сказать вокруг этого документа, надо сказать, что, конечно, Евангелие Атеанна сильно отличается от трёх других Евангелий, да, пожалуй, что и от остальных текстов в подобном жанре, которые остались от ранней христианской эпохи. Это действительно уникальный, очень своеобразный документ. И, конечно, на протяжении долгого времени оно было таким знаменем пререкаемым. Уже в поздней античности те или иные авторы пытались сформулировать, в чём заключается своеобразие, особенность Евангелия Атеанна, и нельзя сказать, чтобы это получалось особенно убедительно. В новое время разнообразные исследователи и толкователи снова попытались найти какие-то подходы к пониманию происхождения этого текста. Что можно содержательного сказать сейчас? Во-первых, несмотря на многолетние, может быть, даже многовековые спекуляции о художественном, нехристианском и так далее происхождении этого текста, сегодня для исследователей Евангелия довольно очевидно, что автор этого текста, по крайней мере, основной его части, в нём есть некоторые небольшие редакторские дополнения, совершенно непринципиальные, но автор основной части текста, без сомнения, был человеком очень хорошо знакомым с реалиями иудейской, палестинской жизни первой, третьей, первого столетия и, скорее всего, действительно был одним из учеников Господа Иисуса Христа. Традиция православная, ну и вообще церковная традиция, приписывает Евангелие апостолу Иоанну Зеведееву, и, с одной стороны, как часто писали последние пару столетий разнообразные скептики, этому нет особенных доказательств, но, с другой стороны, и основания усомниться в авторстве Иоанны Зеведееву тоже всерьёз нет. Согласно традиционным представлениям, основная часть Евангелия была написана в самом конце первого века, ну, условно, можно сказать, в первой половине девяностых годов. И, возможно, окончательные, последние какие-то завершающие редакторские штрихи были внесены в него в самом начале второго века. Обратим внимание ещё на то, что один из древнейших вообще фрагментов евангельских текстов, папирус, датируемый примерно 125-м годом, найденный в Египте, папирус Райленда, вот он содержит как раз фрагмент из Евангелия Атеанна, при том, что оно написано было примерно лет за 30 до этого, по общему мнению, где-то в Сирии или, может быть, в Малой Азии, в районе Эфеса, в Египте его текст уже к 125 году существовал, и достаточно хорошо таким образом текст Евангелия Атеанна задокументирован. У нас есть достаточное количество качественных рукописей для того, чтобы мы могли, говоря о содержании, всерьёз не углубляться в текстологические какие-то версии и особенности. Тот перевод, который, или те несколько качественных русских переводов, которые мы сегодня, в начале 21 века имеем, можно с уверенностью считать вполне качественными, надёжно передающими нам содержание того, что евангелист Иоанн написал тогда в конце первого века. Есть ещё несколько версий, касающихся происхождения редактуры, связанных, так или иначе, с малоазиатскими христианскими общинами, но, строго говоря, никакой принципиальной разницы для нас здесь нет, поэтому тоже, ну, можно этим интересоваться, если это интересно, но специально погружаться в историю и перипетии текста на мой вкус, в общем, не обязательно. Теперь давайте, собственно, перейдём к тексту первой главы, которая включает в себя, ну, так, с некоторой долей условности, три раздела. К слову, раз уж мы только начинаем этот разговор, я ещё раз замечу, что разделение текста священного писания на главы и стихи – вещь чрезвычайно поздняя, чрезвычайно поздняя, возникшая уже во втором тысячелетии. Сначала разделение на главы, потом разделение на стихи. Поэтому не меньше тысячи лет разделяют это структурирование текста от авторской работы, поэтому, конечно, наше деление на стихи и главы очень условное. Греческий текст в древних рукописях писался не только без номеров главных стихов и без подзаголовков, без пробелов и почти без знаков припинания и прописных букв. Поэтому, когда мы говорим о первой главе и о её членении, тоже, я думаю, надо понимать, что это некоторая условность. Мы отдаём ей дань исключительно ради удобства и, собственно, больше ничего. Авторского замысла за делением на главы вне всякого сомнения нет. Итак, то, что сегодня вошло в первую главу, мы с некоторой долей условности можем разделить на три части. на пролог, который отчасти резюмирует вообще содержание, подходы, видения автора, сути того, о чём он дальше предполагает рассказывать читателю. Далее он помещает, как и другие евангелисты, как, например, Марк, в самом начале рассказ об Иоанне Крестителе, о крещении, хотя, очевидно, мы увидим с вами, что совершенно по-другому, как очевидец и участник, скорее, этих событий, рассказывает евангелист Иоанн, будем так называть автора, даже если у нас нет стопроцентной в этом уверенности, вот о крещении Христа Иоанне Крестителя. И, собственно, ещё одна заключительная часть главы – это рассказ о первых учениках. Теперь пролог Евангелия от Иоанна – очень, конечно, своеобразный, удивительный текст, который вызывал в древности уже огромный интерес. И надо сказать, что здесь некоторые языковые трудности, трудности перевода сыграли с древними христианами уже во втором и ещё больше, в третьем столетии и позже, дурную шутку, потому что в том языке, на котором евангелист Иоанн писал, а писал он на греческом, которым, с одной стороны, владел неплохо, а, с другой стороны, словарный запас его был крайне низким, около тысячи слов, значительно меньше, чем даже у других евангелистов, для которых тоже греческий не был родным. Так вот, в этом языке греческом Иоанн воспользовался в самом начале словом «логос», который является, с одной стороны, просто словом, который имеет определённое значение и означает буквально слово, но в то же время в первом, втором, да и раньше веках, и тем более уж третьем, четвёртом, одновременно это был своеобразный термин греческой философии. И по совести сказать, среди очень многих ранних христианских авторов, вполне авторитетных, достойных, наблюдается некоторая глубокая путаница, потому что они считают, что евангелист Иоанн использует это слово «логос» как термин древнегреческой философии, для чего вообще говоря, аргументов-то нет никаких. И быстрее всего, евангелист вообще не имеет в виду подобного рода смыслы, они скорее являются привнесёнными. Ну вот смотрите, в самом начале он говорит о бытии мира, говорит, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И что же всё-таки он имеет в виду, какую содержательную, так сказать, информацию до своих читателей он хочет донести, какая мысль существует в его голове. Дело в том, что в ту эпоху, когда жил и действовал, умер и воскрес Господь наш Иисус Христос, и в ту эпоху, когда жил евангелист Иоанн, в иудейской мысли, которая была достаточно чётко отграничена от эллинистических традиций, заметим, и, в общем, сама себя хранила от подобного рода влияний эллинской философии, ну, по крайней мере, в Палестине, родом откуда был евангелист Иоанн. Была некоторая, сейчас для нас малопонятная, но в то же время весьма важная идея. Представление о том, что Бог без сомнения существует вне времени и пространства, и земля подножия ног Его, было вещью само собой разумеющейся. Но, кроме этого, они думали о том, что существует некоторая воля Божья или правда Божья, которая каким-то образом выражена, которую Бог выражает. Вот они говорили о том, что существует премудрость Божия, скажем, литература мудрых Израиля, писавшаяся в межзаветный период, в последние четыре столетия до Рождества Христова, там, притчи Соломоновы, премудрость, экклезиаст. Вот они буквально на каждой странице пользуются этим понятием и говорят о том, что существует эта выраженная правда Божья, которая обращена к миру. Равинистическая мысль нередко говорила о том, что сначала существует премудрость Божья, выраженная Словом Бога в Торе, в законе Моисеевом, или затем созидается мир, в котором этой премудрости надлежит быть законом жизни и законом правды. Поэтому, скорее всего, евангелист Иоанн имеет в виду вот эту более или менее знакомую и понятную для образованных иудеев картину мира, в которой Бог являет свою волю, являет свою премудрость, произносит своё слово, которое может и даже должно стать в этом мире законом жизни. И именно это, а не какое-то посредствующее начало эллинской философии, имеет в виду пролог Евангелия от Иоанна. Это, в общем, важно, потому что, знаете, в последние два-три столетия люди часто после этого первого стиха останавливались, прекращали читать Евангелие от Иоанна и говорили, что это, дескать, совершенно эллинистическая литература, которая никак не может обладать исторической достоверностью. Ещё даже в середине и второй половине XX века подобного рода точки зрения встречались среди вполне серьёзных уважаемых исследователей. На сегодня, в общем, понятно, что, конечно, это малоосновательное представление. Скорее, здесь евангелист Иоанн пытается передать греческим языком тем греческим, который ему доступен, передать некоторую вполне, в общем, иудейскую богословскую мысль. И дальше он говорит о том, что вот это слово, которое исходит из глубины Бога, он ведь всё-таки трезвомыслящий иудей, поэтому он не пытается вникнуть в то, что там под покровом тайны имеет место быть. До подобного рода странных научных поисков ещё лет 300 после Иоанна евангелиста должно пройти. Вот он говорит о том, что есть свет истинный, который действительно приходит в этот мир и даётся нам Богом, и те, кто его принимают, становятся чадами света. Он говорит о том, что слово, вот это самое, то, в чём Бог выражает свою волю об этом мире, то, чем Бог различает добро и зло, правду и ложь, жизнь и смерть. Вот это слово Бога, премудрость Божья, о которой раньше думали мудрые Израиля, становится плотью, становится человеком и обитает с нами. Вот для него, собственно говоря, этими словами описывается то, что коротко называется словом Пасха, прохождение Бога через мир, то слово, которое самому Богу принадлежит каким-то непостижимым образом, связано с ним, которое как потом будет писать Иоанн, это и есть присутствие и действие самого Бога среди людей, приходит в этот мир. Это действительно очень важная вещь. Не по случайности так вышло, что мы читаем этот отрывок из Евангелия на Пасху, а потому, что он имеет самое прямое отношение к происходящему, к пасхальным событиям, к тому, что Бог вторгается в этот мир, абсолютно неспособный его вместить. И еще одна очень важная мысль, которую евангелист Иоанн также обозначает здесь, в самом прологе, в первых 18 стихах, он говорит о том, что тот, через кого созидается мир, тот, через кого мир перестает быть хаотическим нагромождением чего-то, а становится действительно гармоничным, устроенным и живым творением Божьим, он приходит в мир, и мир его не принимает. Пришел к своим, и свои не приняли его, и мир его не познал. Для евангелиста Иоанна это одна из тоже важных тем, к которой он раз за разом, шаг за шагом, может быть, почти в каждом фрагменте своего рассказа будет останавливаться. Он говорит о том, что не происходит автоматически принятие того слова, которое приходит в этот мир от Бога. Это, кстати, чрезвычайно важная вещь именно для иудейского, в общем, контекста, иудео-христианского контекста середины первого столетия, потому что уже вскоре после воскресения Господа Иисуса в 30-м году становится понятно, что это далеко не триумф, далеко не каждый человек, так или иначе, услышавший об Иисусе, становится его учеником. Все равно для этого необходим некоторый личный выбор. Тем, кто приняли его, пишет Иоанн, он дал власть быть чадами божьими. Вот это тоже удивительная вещь, потому что, конечно, часто очень нам хочется, чтобы, да, благая весть об Иисусе действовала сама собой, помимо нашей воли и совести. И достаточно предпринять какие-нибудь механические действия для того, чтобы оповестить человечество, да, о том, что Иисус родился, умер и воскрес, и дальше все будет хорошо. Но на самом деле это далеко не так, далеко не так. И всякая, любая человеческая биография так или иначе обязательно находится в этой точке выбора, когда ты должен принять, либо согласиться, либо нет. Это не происходит механически. Для евангелиста Анны это очень важная вещь, потому что в его время, уже в конце первого века, не только существуют иудеи, которые не приняли Иисуса, что, в общем, было и раньше, но уже к 90-м годам после Иудейской войны 66-70-го годов, после событий 70-80-х годов первого столетия наблюдается такое уже радикальное очень противодействие христианам из иудеев. Имя Иисуса действительно становится знаменем пререкаемым. Поэтому важно, что каждый человек имеет некоторую свободу выбора перед лицом слова ставшего плотью. Вот, собственно говоря, видите волю Божью о спасении людей, свет, который приходит в этот мир, жизнь, которую ты можешь обрести, если ты этот свет принимаешь, и необходимость личного выбора. Вот, собственно, то главное, о чем говорится в прологе. И это, повторяю, некоторое краткое оповещение об основных темах всего дальнейшего повествования. Еще тоже необходимо обратить внимание на одну вещь, которая, может быть, у евангелиста Иоанна вообще ярче, чем у других новозаветных авторов, яснее видна. Это последний стих пролога, 18-й, где он говорит, что Бога не видел никто никогда, и только единородный сын, сущий внедре отчем, вот он являет нам Бога. Он говорит всем своим повествованием, всем тем, что он вспоминает из сказанного и сделанного Иисусом, он свидетельствует о том, что вот в этом человеке, о котором он знает, очень много вспоминает и показывает нам его иногда уставшим, иногда ироничным, очень человечным, но в нем, кроме этих каких-то человеческих особенностей, Иоанн говорит, что он увидел, пережил и многие другие тоже присутствие самого непостижимого Бога. Вот эта тайна присутствия непостижимого в Иисусе, это тоже одно из фундаментальных, основных, важнейших возвещений Евангелия Теанна. Дальше Евангелист Иоанн рассказывает очень коротко в сущности об Иоанне Крестителе, почти не сообщая при этом информации о том, кем же был Иоанн. Он говорит о том, что вот Иоанн свидетельствовал об Иисусе и к нему присылаются профессиональные верующие из Иерусалима, чтобы проверить, так сказать, его лицензию на проповедь. И спрашивают его, ты кто такой, там, пророк или Илья или Мессия и вообще какое ты право тут имеешь что-то проповедовать. Очень, кстати, поучительная вещь, потому что во времена Евангелист Иоанна, вернее, во времена, когда Иоанн пишет этот рассказ, уже видно, какой сокрушительный крах потерпела вся вот эта тоннайского фарисейского типа религиозность. И видно, что ничего хорошего ни из иудеев, ни из иудействующих христиан, которые много мешали, надо заметить, проповеди Христа в первом столетии, вот ничего особенно путного не получилось. А про крестителю что рассказывать в той среде, в которой Иоанн живет и для которой он пишет. Насколько можно судить, существовало много еще отдельных людей и целых общин, которые были учениками или последователями учеников Иоанна Крестителя. Он был очень известной личностью. И вот евангелист Иоанн пишет о том, что приходят к Иоанну Крестителю, стало быть, вот все эти фарисеи, священники из Иерусалима и задают ему вопрос, кто ты такой, что ты делаешь? И вот мы видим, как креститель отвечает на этот вопрос, отвечает, ну, нам в первую очередь, конечно, бросаются в глаза его слова глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу. В греческом Евангелии нет двоеточия. В оригинале пророка Исаии двоеточие должно стоять и стоит после слов глаз вопиющего в пустыне, где ничего нет и ничто не живет, приготовьте путь для Бога, который будет возвращать нас к жизни, что, собственно, говорит цитируемое место пророка Исаии. Но, может быть, для рассказа об Иоанне Крестителе и для Евангелия не менее, если не более важно, то, что Креститель говорит, стоит среди вас некто, которого вы не знаете, и я не достоин развязать у него ремень обуви. Потом, еще раз, говоря об Иисусе, Иоанн Креститель скажет тоже поразительную вещь. ему должно расти, а мне умоляться. И, может быть, в первую очередь величие Крестителя как личности, его пути перед Богом и значение, которое его служение имело для его собственных учеников и для христиан первого века. Вот это указание, это Он, Иисус, тот, кого нужно слушать, о ком нужно думать, рядом с кем нужно умоляться. И вот дальше ученики Иоанна Крестителя, ну, вообще говоря, принято считать, что едва ли не половина из 12 апостолов, включая сыновей Зеведеевых и Анны Иакова, и Андрея с братом его, Симоном Петром, и Филипп, и Нафанаил были учениками Анны Крестителя и таким образом вокруг Крестителя находились в Вифаваре. И вот Креститель показывает на Иисуса и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И дальше Креститель свидетельствует о том, что это не просто его мнение человеческое, но некоторым не вполне поддающимся объяснению, образом сам Бог указывает ему на Иисуса. Видите, здесь в Евангелии от Иоанна, в отличие от рассказов Марка и Луки и Матфея, Креститель говорит о том, что Бог дал ему понять, когда ты увидишь того, на кого дух сходит, как голубь. Вот это и есть Агнец Божий, это и есть тот, кто крестит Духом Святым. И Иоанн Креститель свидетельствует об этом своим ученикам. И надо заметить, что с точки зрения ситуативной, психологической какой-то понятности, это более ясная, убедительная картина, чем тот из вторых, как правило, рук пересказ, которые мы наблюдаем, собственно, у всех трех синоптиков. Да, креститель как бы отступает здесь в сторону, предоставляя ученикам своим возможность стать учениками Иисуса. Снова поступком, действием своим, он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. И тогда мы видим, как один за другим сначала Андрей, потом его брат, братья Зеведеевы приходят к Иисусу, и, видите, мы говорили только что о необходимости личного человеческого выбора, поэтому практически каждый, приходя ко Христу, даже услышав слова Иоанна Крестителя, вот, огнец Божий, который берет грехи мира, тем не менее, нуждается в том, чтобы познакомиться с ним, узнать. Андрей даже, в общем, задает ему почти не относящийся к делу вопрос, где ты живешь? Ну, в конце концов, понимаете, тебе только что сказали про этого человека, что он есть огнец Божий, но какая разница, где он живет? А дело опять-таки в том, что дальше Иисус говорит, приходи и увидишь, и Андрей идет, и в том месте, где Иисус, видимо, остановился, в Вифаваре проводят с ним целый день, и после этой встречи, после того, что происходило, как они разговаривали друг с другом, как он увидел Иисуса, он уже бежит за своим братом и без особых сомнений говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос, мы нашли того, кто пришел от Бога спасти мир, мы нашли того, кто действительно огнец Божий, берущий на себя грехи мира, вот этот выбор, который происходит в результате встречи, еще не раз мы в Евангелии от Анны столкнемся, иногда в незначительных каких-то второстепенных деталях вот с этим фактом люди знакомятся с Иисусом, слушают его, смотрят ему в глаза и результатом этого становится то, что они верят ему. И, наконец, заключительная часть этой первой главы посвящена такой тоже отчасти загадочной истории, когда Иисус уходит из Вифавары, из того места, где Иоанн креститель крестит, идет обратно в Галилею, где живут многие из пришедших на Иордан креститься, он обращается к Филиппу, видимо, ну, не будем даже на самом деле загадывать и пытаться придумать, в чем состоял этот диалог, евангелист рассказывает, что Иисус сказал Филиппу, иди за мною, пойдем вместе. Да, может быть, у этого были какие-то достаточно простые причины, может быть, это некоторое своеобразное призвание, но Филипп, как это тоже часто бывает с новообращенными христианами, он не в состоянии удержать в себе вот то величие света, которое Бог вкладывает в ее сердце, бежит к своему знакомому, к другу Нафанаилу и говорит, мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророке, мы нашли того, кто пришел от Бога, как Моисей, потому что, если вы вспомните, Моисей в законе писал о Христе именно это, пророка, как меня, воздвигнет вам Господь. И вот знаменитые слова Нафанаила, которые, узнав, что этот человек Иисус, который, о котором якобы, по мнению Филиппа, писали Моисей и законе и пророки, вот он происходит из какого-то совершенно заштатного городишки, поселения в пятьдесят дворов, название которого было в те времена буквально символом для Палестины самого ничего незначащего места. и весьма вероятно, что эти слова из Назарета «Может ли быть, что доброе?» были поговоркой. Сегодня тоже есть у нас и в нашей стране тоже какие-нибудь города, чьи названия тоже стали символом ничего не значащих поселений. То, что в современном английском называется «In the middle of nowhere». И вот Нафанаил говорит «А что оттуда может быть вообще хорошего?» Как я думаю, что многие читают вообще знаменитое очень место. Многие читатели знают, что Филипп на это отвечает «Ну, пойди и посмотри». Снова «Пойди и посмотри, тебе много могут рассказать об Иисусе». Это, кстати говоря, очень тоже поучительная вещь, потому что сегодня современный человек чаще гораздо сталкивается с какими-то пересказами, чем с текстом Евангелия. И вместо того, чтобы пойти и посмотреть, начинает читать путанные тексты пропагандистского содержания, которые часто больше о Боге врут, чем рассказывают. Да, и то, что Филипп говорит «Нафанаилу, пойди и посмотри сам». Сегодня для нас это тоже чрезвычайно важная вещь. И тогда почему Иисус называет «Нафанаила израильтянином мужем, в котором нет лукавства?» Потому что в отличие от большинства может быть из нас «Нафанаил» встает и идет знакомиться, идет выяснять, что же это за человек, который так поразил его друга. И происходит некоторый загадочный диалог, где Иисус сообщает «Нафанаилу» нечто такое, что никому кроме Бога и самого «Нафанаила» известно быть не могло. По традиционным толкованиям, свойственным большинству ранних христианских, да и современных тоже авторов, вероятно, в какой-то момент «Нафанаил» когда-то, будучи подсмоковницей, молился, пережил что-то в своем сердце, какое-то прикосновение к жизни Божьей, и никто не мог, кроме самого Бога, быть об этом свидетелем. Когда Иисус говорит ему «Я видел тебя подсмоковницей», дальше для «Нафанаила» вероятно, все становится на свои места, и он говорит «Ты сын Божий, ты царь Израилев». При этом может быть и не следует нам вкладывать слова Иоаннафанаила исповедание, скажем, халкидонского свойства. Скорее всего, все-таки оно не могло быть понятно христианам первого века, тем более непосредственным ученикам Иисуса, тем более в самом начале, может быть, со временем, в течение лет они постигают вот эту правду об Иисусе. но это действительно бывает часто, когда человек произносит какие-то вещи сам не до конца осознавая, и вот поэтому он говорит «Ты сын Божий», и на самом деле за этими словами не только исповедание Иисуса тем Мессией, который должен прийти от Бога, но и чем-то большим. вот эта способность Нафанаила изменить свое мнение, увидеть, узнать что-то об Иисусе и принять Его как Господа, принять Его как Царя Израилева и пойти за Ним, это чрезвычайно важная вещь. У синоптиков на самом деле в рассказе о призвании апостолов мы не раз сталкиваемся именно с такой последовательностью событий. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...